приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут елена сегодня мы с вами сделаем таро прогноз и сегодня у нас с вами будет такая тема как кармический поворот судьбы что точно случится вашей жизни сегодня у нас с вами расклад будет по вариантам мы с вами будем смотреть и три варианта ответа вам достаточно просто задать про себя вопрос что случится моей судьбе то есть то что неизбежно и мы с вами посмотрим выбирайте тот вариант который вам понравится и так кармический поворот что точно у вас случится вашей жизни и так вариант номер один вариант номер два и вариант номер три сосредоточьтесь на себе на своей судьбе на своей жизни и выбирайте тот вариант который вас притягивает я думаю что каждый определился давайте теперь смотрите так там и пока отодвинем смотрим первый вариант здесь у вас знаете идет такая ситуация что вы устали от всего на то есть вы устали от того что происходит вашей жизни вы устали нести какую-то ношу вы устали от ожидания в у стали того что может быть какие-то душевные страдания присутствует у вас и вы устали вот от всего устали ждать а то есть ждать какого-то чуда, ждать каких-то лучших времен своей жизни. И вот у вас это накапливается, и порой у вас идет такое состояние, что вы уже теряете надежду, что вы уже ни на что не надеетесь, что уже пустые надежды, что пустые какие-то обещания. И вам кажется, что уже ничего хорошего в вашей жизни не произойдет. Вот пока у вас идет такая линия. Сейчас мы с вами раскроем и посмотрим. Посмотрим, все-таки какой у вас будет кармический поворот, что неизбежное все-таки случится у вас. Сейчас посмотрим. Потери, возможно, были у вас, которые тоже, знаете, как-то создавали. Ну, однозначно, здесь все-таки преодоление трудностей присутствует однозначно. А здесь, смотрите, вот идет, если рассматривать такую ситуацию. В первую очередь у вас идет именно, знаете, такое состояние, что будет пробуждение. Несмотря на то, что вам сейчас кажется, что ситуация сложная, непонятная, оно все-таки будет пробуждение в вашей жизни. Пробуждение вот именно от апатии, вот от состояния ожидания. То есть вот как раз пробуждение того состояния, в котором вы пребывали долгое время. Или вот в том состоянии, что в постоянном ожидании. То есть, может быть, вы с чем-то не соглашались. Были такие, может быть, ситуации, когда было нежелание сталкиваться с какими-то обстоятельствами. То есть, знаете, как старались, может быть, в какие-то моменты уходить от какой-то реальности. И оказалось, что, может быть, там какие-то вещи сами собой пройдут. Вот как-то у вас такое вот, ну как-то, может быть, в какой-то период времени хотели больше находиться в тени. Вот еще такая ситуация может быть. Но здесь, смотрите, какая идет ситуация. Очень скоро время пассивности подходит к концу. То есть вот этот период ожидания, вот этот период пассивности, он завершается у вас. Возможно, что в этот промежуток времени вы упускали из виду какие-то реальные события. Или сознательно уходили от каких-то проблем. Может быть, знаете, как чтобы не было больно, чтобы не было тяжело, и вы сознательно уходили. Но погружаясь в себя, погружаясь вот в эту рутину, такое спокойствие, вы не замечали какие-то реальные вещи. То есть вот это все сейчас будет пробуждаться именно в ваша активность. То есть то, о чем, может быть, вы забыли. Немножко такое состояние. Потому что были определенные страхи, которые взяли вверх. Вот пока идет такая ситуация. А может быть, еще была такая ситуация у вас, что какие-то внешние обстоятельства были подавляющими. То есть вот со всех сторон на вас давило. Это и со стороны людей это могло быть, и обстоятельства какие-то, от которых вы пытались убежать. И в какой-то мере, может быть, получилось, но не полностью. И вот внешние обстоятельства очень сильно на вас давили. И вам казалось, что бесконечно так и будет. Вот пока идет так. И даже если были какие-то проблески в жизни, вас это никак не радовало. То есть если даже были какие-то всплески, вас это почему-то не радовало совершенно. То есть вы не видели каких-то ярких моментов в своей жизни. Но не просто так говорят, что ночью заканчивается, наступает рассвет. Когда с рассветом начинается новый день, начинаются новые жизни, начинаются новые совершенно проявления. Понимаете, когда действительно все меняется. Сейчас для вас пришло время проснуться, пробудиться. Потому что вскоре, вскоре ваше вот это тягостное бремя, вот эта тягостная ситуация, все это уйдет. То есть уйдет то, что вас тяготило, то, что не давало покоя. Вас сейчас будет именно меняться. То есть будет какое-то известие, которое очень сильно все поменяет. Это будет ваш такой символ, что наконец отступают темные периоды времени. И начинается новая жизнь, однозначно. То есть у вас зарождается что-то новое. Причем здесь все-таки время сбора урожая, как говорится, за свои труды уже наступает. То есть то, что вы очень долго ждали, наконец сейчас это все наступает. Время вот этой депрессии, апатии, ожиданий, оно подошло к завершению у вас. Возможно, что вы в прошлом были какие-то потери. Может быть потери, как потерялись, может быть общение с людьми, либо потери документов, потери работы. Вот может быть такое, что из-за этого вы погрузились в себя. Но сейчас у вас начинается новый этап. Он обещает достаточно существенной перемены. Причем в жизни, в вашем существовании. Даст вам новую яркость, подарит вам удачу. Вы будете в другом настроении совершенно. Успех будет с вами повсюду однозначно. Причем и на работе, и в личных отношениях, и в ваших личных интересах. Вот ваш новый путь, он открывается. То есть здесь уже это не за горами. У вас это сейчас будет настолько все быстро, настолько ярко, что вы даже будете просто наслаждаться событиями. Та ситуация, которая могла у вас тянуться очень долго, сейчас приходит этому конец. То есть здесь новая жизнь, и это совершенно в очень скором времени. Причем достаточно перемены будут быстрыми, даже намного быстрее, чем вы сами для себя предполагали, даже чем раньше вы для себя предполагали. И вот может быть даже вы не ожидали, либо не ожидаете, что перемены стремительно просто идут в вашу жизнь. Вам вот эти прошлые моменты нужно отпустить. Понимаете? То есть то, что произошло, то, что происходило, оно остается в прошлом. Понимаете? То есть это всё нужно отпустить. То есть то, что суждено было быть, это уже случилось. Сейчас вы должны открыться новому, вы должны отпустить вот эти прошлые моменты. Вы сейчас должны открыться именно помощи высших сил. Понимаете? То есть и не нужно себя изнурять, что вот так не получилось, а вот было так, и вот почему так. Всё это отпускаем. Потому что сейчас, знаете, как такая идёт ситуация, что вы это выдержали. То есть вот эти все испытания. И вы, наконец, дождались лучших изменений, лучших перемен однозначно. Благодаря этому вы становитесь намного сильнее. То есть знаете, как крепость. То есть вы благодаря этим испытаниям становитесь намного сильнее. И также вы будете видеть поддержку со стороны близких и поддержку свыше. То есть высшие силы вас будут сейчас награждать. Единственное, что, как я сказала, избавляемся от негативных мыслей, потому что они будут вас уводить назад, не нужно. То есть настраиваемся только всё на лучшее. Однозначно будете чувствовать поддержку. У вас появится уверенность, стабильность, гармония. Всё это придёт сейчас в вашу жизнь. Для кого-то будут укрепляться семейные узы. То есть если вы, предположим, потеряли, либо был какой-то такой стресс, либо неудачно складывались ваши обстоятельства, ваши семейные в этой жизни, то сейчас это всё будет укрепляться наоборот. Возможно, кто-то узаконит брак. Тоже такое может быть. У кого-то может быть рождение ребёнка сейчас. И долго ждали, возможно. И вот как раз сейчас это всё будет. То есть кто выбрал первый вариант, для каждого своё идёт счастье. Понимаете? То есть для каждого идёт в каком-то аспекте. То есть для одного — одно счастье, а для другого — другое. Поэтому для каждого идёт по-разному счастье. Но для каждого — своё счастье. И самое главное — это то, что уже радость наступает в вашей жизни, и это неизбежно. Вот у вас так. Так, это кто у нас выбрал первый вариант? Давайте теперь смотреть второй вариант. Так, у вас тоже достаточно идёт такие, я бы сказала, какие-то очень либо потери были, либо какие-то быстрые изменения были в вашей жизни. У вас больше, знаете, вот идёт такое состояние, что у вас как-то в жизни, возможно, перебрасывало. Потому что очень какие-то, я бы сказала, такие стремительные были какие-то события у вас, что вам приходилось как-то очень быстро, спонтанно подстраиваться под какие-то обстоятельства, то есть под какую-то ситуацию, и вы только успевали крутиться. То есть у вас очень много энергии преобладало, и эти энергии у вас менялись друг за другом. То есть когда у вас ситуация перескакивала, то есть только одно закончилось, вроде только решили какие-то проблемы, тут же у вас идут какие-то другие проблемы. И вам постоянно приходилось быть, возможно, в каком-то тонусе, вот держать себя, чтобы держать свои позиции, но при этом вы начинаете чувствовать, что это уже вас угнетает, что вот эта уже обстановка, она вас напрягает. Сейчас давайте раскроем с вами, посмотрим. Пока у вас идёт такая линия. Период обновлений присутствует. Так, что получается у вас? Кто выбрал второй вариант? Здесь, смотрите, как я уже сказала, очень много энергии. Очень много энергии, которые прям неустанно сменялись одну на другую. То есть только одно завершилось, да, вроде всё решили, хотите вздохнуть, а какое там тут же следующее что-то происходит, и как вот начинаете, как белка в колесе. Вот пока идёт так. А здесь в первую очередь у вас идёт очень серьёзный, я бы сказала, процесс перехода в жизни. То есть один этап завершается, наступает новый этап, как говорится. То есть постоянно вы в движении, постоянно приходится крутиться, постоянно приходится что-то делать. И проблемы одна за одной, вас это очень сильно волнует. Что вот пытаетесь это всё изменить, но я вам могу сказать так, что эти ваши проблемы, они исчезнут. Вот как вот резко всё нагрянуло, так же резко всё пропадёт. Понимаете? То есть и то, что вы были ошарашены, были не готовы к каким-то обстоятельствам, как раз сейчас это всё исчезает. Вот у вас наоборот, знаете, идёт такое состояние, что вы, держа всё на своих плечах, прошли, вот проходили, которые определённые испытания в своей жизни, да, они были для вас необходимы, для того, чтобы вы могли в первую очередь сами внутренне освободиться от чего-то. Понимаете? То есть для каждого идёт это своё освобождение, да, то есть то бремя, которое вы несли, и для каждого идёт своё освобождение, от которого вы сейчас избавляетесь. То есть в первую очередь вы начинаете более чувствовать себя уверенно, более свободно. Может быть, вы должны были пройти какой-то этап из-за того, что он не давал вам покой, и вы не могли освободиться, вздохнуть спокойно. Потому что вот эти проблемы, они сгущались, и вы понимали, что если не решите, то будет только хуже. Но решая проблемы друг за другом, вы сами внутренне начинали освобождаться, что позволяло вам уже немножко посмотреть как бы на себя и, может быть, даже с другой стороны совершенно. Вот пока присутствует так. Очень много было препятствий, очень много было у вас таких, я бы сказала, негативных аспектов на вашем пути, когда очень много было таких неприятных моментов. Но если вы обратите внимание, вспомните весь свой путь, который трудно вы прошли, даже в самый сложный промежуток времени у вас всегда рядом была поддержка. То есть всегда рядом были люди, которые вам помогали. Это может быть каким-то словом, каким-то советом, какой-то поддержкой. Но всегда рядом оказывался человек, который вам помогал. То есть который вам помогал выстоять даже в самых сложных ситуациях. Вот присутствует именно так. Дальше, если рассматривать вообще какая идёт ситуация. Вы сами внутренне готовы к переменам. Но вы будете эти перемены создавать. Понимаете? То есть здесь у вас немножко другая идёт ситуация, что вы сами сейчас будете менять свою позицию. Если раньше ещё вы колебались, боялись чего-то, были какие-то, может быть, сомнения, то есть, может быть, хотелось более какого-то спокойного состояния. Вот эти колебания сейчас, может быть, какая-то нерешительность ваша, это сейчас всё уйдёт. То есть если даже вы в чём-то боялись сделать шаг, то сейчас вы уже бояться не будете. Вы будете настолько уверены в себе. Вы можете гордиться собой. Потому что вы в первую очередь поменялись сами. Понимаете? То есть именно внутренне вы поменялись сами. И вас теперь уже ничто не остановит. И вы уже сможете преодолеть любые трудности. Потому что внутренне вы уже более сильный человек. Скоро, даже если будут какие-то моменты сомнения, но ваша уверенность, она сейчас нарастает. И вы будете полностью справляться со всеми трудностями. Скоро вы придёте к определённой точке перемен. Будет определённый такой перелом, где, во-первых, можно уже отпустить вот эту ситуацию, вот этот контроль, который идёт. Для каждого, конечно, это своя идёт какая-то ситуация. Именно свой контроль. Скоро это всё можно уже будет отпустить, оставить позади вот то, что вы пытались, может быть, быстро решить. И уже начинать новый поворот в своей жизни, как говорится. Вот то, что вас раньше удерживало, не давало вам полностью освободиться от чего-то, сейчас вы освобождаетесь. И, знаете, идёт ещё такое состояние, что вы самостоятельно, сами, без чьей-либо уже поддержки и помощи, многое поменяете, многое. И если даже раньше были какие-то неудачные попытки, то сейчас достаточно сделать шаг, и всё поменяется. Уже не будете бояться вот тех трудностей и вот, может быть, какого-то прорыва. Вы уже бояться не будете, потому что вы подкованы, вы внутренне уже уверены, вы многое уже что сделали. И сейчас вы будете сами многое менять. Вы для себя будете задавать какое-то новое направление, совершенно новое. И вас уже на пути к переменам не остановить однозначно. У вас могло быть такое, может быть, даже и есть сейчас ещё, знаете, вот такое состояние, что моё будущее туманно, что меня ожидает, и как-то вот немножко такая неуверенность. Но здесь вы готовы уже к этим переменам, понимаете? То есть вы уже совершенно, я бы сказала, освобождённые от этих трудностей. Вам просто сейчас нужно, знаете, как вот самим себе сказать, что я готова, либо я готов к переменам, и я сделаю это. Знаете, то есть здесь вот идёт именно такая ситуация. И вы однозначно сможете сейчас это всё полностью поменять, изменить. И даже если вы в чём-то ещё можете сомневаться, вспомните о том, что вы уже прошли достаточно большой путь, и что вы уже способны на многое. Самое главное — это продолжать верить в себя. И тогда у вас всё будет прекрасно. Вот у вас так. Так, это кто выбрал второй вариант? И смотрим третий вариант. Так, а у вас идёт такая ситуация. У вас в первую очередь всё-таки идёт именно ситуация, что какие-то процессы у вас уже завершились. Единственное, что, может быть, вы пока этого не видите, либо не хотите замечать, да, немножко, может быть, либо не видите, либо не хотите, потому что идёт именно такая линия, что пришло время, возможно, что-то отпустить. Может быть, вы за что-то держитесь сейчас, пытаетесь что-то удержать в своей жизни, пытаетесь что-то вот ещё укрепить, какие-то позиции, да, укрепить положение. Но именно сейчас вы понимаете прекрасно, что уже удерживать какие-то моменты, но невозможно, невозможно. Может быть, вы просто пока наблюдали за какими-то обстоятельствами, но именно сейчас пришло время действовать. То есть уже просто, знаете, как вот наблюдать и смотреть, что происходит, уже не получится. У вас идёт линия такая, что вы уже должны решительно действовать для того, чтобы можно было что-то изменить. Вот пока идёт так. Сейчас мы с вами раскроем, посмотрим, что у вас всё-таки происходит. Сейчас посмотрим. Колебания, волнения, переживания, страхи, уединения. Ну, всё такое то, что вроде как для вас казалось комфортным, да, изначально. Но вы понимаете, что это длиться вечно не может, и пора что-то менять. Ну, вот здесь смотрите. Во-первых, идёт такая ситуация, что вы всё-таки пытались удержать какой-то контроль над обстоятельствами, да, то есть вы пытались удержать своё влияние либо своё внимание на чём-то, либо на ком-то. И очень, я бы сказала, какие-то аспекты, да, в вашей жизни, какие-то моменты, вот как-то вот пытались уйти из вашей жизни. Вы боялись либо боитесь сейчас вот как будто как что-то упустить в своей жизни. Вот особенно то, что для вас ещё не ясно, да, то есть то, что для вас ещё не определено. Вы для себя ещё это не до конца понимаете какую-то ситуацию, и вы очень боитесь упустить какие-то важные моменты. И это вас гложет, и это вам не даёт прорыва в вашей жизни, понимаете? То есть вы в постоянном страхе, что что-то я могу упустить либо не сделать. И вы, ну как бы, вас это настолько, может быть, внутренне гложет, мучает, что вы не видите каких-то радостей в своей жизни. Вот пока присутствует так вот, как будто вы оказались сами во власти своего, я бы сказала, страха, да, то есть своего вот внутреннего влияния, в принципе. Вот идёт пока так. В скором времени в вашем понимании будут более ясные позиции, то есть более ясные понимания в вашей жизни, в вашей ситуации, то есть, знаете, как прозрение, да, значит, наступит, что, наконец, вы увидите то, что вы не замечали раньше. То есть очень многое для вас сейчас будет открываться. Это не значит, что вы что-то будете упускать либо что-то терять, вы просто на какие-то моменты в своей жизни посмотрите по-другому. Для вас это будет в новинку, это совершенно для вас будут новые взгляды, совершенно новая жизнь, но вы очень быстро под это подстроитесь. То есть здесь нет такого, чтобы вы от чего-то отказались, переступили на что-то новое, какую-то новую главу в своей жизни и потеряв какие-то прошлые моменты. Нет, ваша жизнь будет продолжаться в том же ритме, просто вы сами внутренне будете немного менять свои взгляды. Вот у вас пока присутствует так. То, что вас заставляло раньше, предположим, нервничать, беспокоить, вы просто это более ясно будете понимать, как решать эти вопросы. Тот страх, который внутри вас, который вас истощал, то есть ты, может быть, истощил своей неопределенностью, вот этим всем состоянием, как гиря повисла на шее и ни туда, ни сюда. И знаете, что делать? Это всё сейчас успокоится, это всё сейчас уйдёт. Особых усилий даже не нужно будет прикладывать, потому что, в принципе, вы когда для себя поймёте, что не так страшно отпустить какие-то моменты, чтобы начать что-то новое в своей жизни, уже вот эта неопределённость, она сменяется на то, что вы уже чётко для себя открываете путь, то есть чётко уже будете идти в решении каких-то вопросов. Плюс новые люди появляются в вашей жизни, совершенно новые люди, которые как раз для вас открывают этот путь, открывают эту дорогу, то есть они уже в скором времени должны появиться и дать вам тот свет, который вам не хватал в вашей жизни. У вас, знаете как, вы найдёте тот путь, который вы ищете, вот как зелёный свет, для вас вот сейчас будет так, что зелёный свет, и вы найдёте тот путь, который вы ищете, и вы будете двигаться дальше. Вот идёт именно так, что перед вами открываются именно ваши пути, даются шансы, ваше будущее, ваша судьба. И вы уже, в принципе, достигли многого, и в скором времени на этом пути вы обретёте своё счастье. И то, что вам казалось было потерянным, нет. Это просто, знаете, такой временный, я бы сказала, промежуток такой времени, когда нужно было побыть вот в таком состоянии. Сейчас вы будете обретать своё счастье. Просто у вас всё идёт последовательно, да, у вас нет каких-то вот резких перемен, хотя вы пережили в прошлом, но сейчас у вас не будет таких резких перемен, вы всё постепенно, шаг за шагом будете делать. Вы очень внимательно и старательно работали над своими задачами, да, над какими-то процессами. И сейчас как раз будет идти просто ошеломительный результат для вас однозначно. Очень много терпели, очень много было упорства с вашей стороны. И именно это всё сейчас вы будете, то есть если раньше вы этого не понимали, да, вы просто упорно занимались чем-то, то сейчас вы будете радоваться уже этим моментом. Вот присутствует именно так. А здесь, знаете, вот идёт ещё именно такая ситуация, что порой вам даже казалось, знаете, как что вы остались в одиночестве и что в ваших бедах вам помочь некому, что рядом нет того человека, который мог бы вам помочь, там, поддержать, направить. И требовалось, знаете, как вот просто набраться терпения и сил и дождаться какого-то момента, да, чтобы всё всё-таки решилось. И вот как раз эта пора у вас наступила. Понимаете, то есть наступил уже вот этот период, когда действительно всё меняется, когда вы отпускаете вот все вот эти свою прошлую неуверенность и наступает время, оставить старое, чтобы можно было начать, как говорится, новое, да, вот идёт именно так. Некоторые моменты, люди, либо обстоятельства сейчас из вашей жизни будут убирать вот что-то лишнее, то есть то, что вам не нужно, то, что за что, может быть, вы держитесь, но когда сейчас новое будет приходить, вы будете понимать, то, за что вы уже привыкли держаться, оно вам не нужно уже, то есть это уже устарело. И вы сейчас как раз, знаете, как вот впереди ожидает новое начало, да, то есть новый ритм жизни, которому, да, может быть, придётся и получиться, то есть каким-то обстоятельством, каким-то аспектом придётся и получиться. но для вас сейчас самое время сказать «прошлому прощай» и готовиться к приходу новых событий, понимаете, то есть вы должны начать свою новую главу с уверенностью, с новыми силами и понять для себя, что вы не одиноки совершенно, что с вами всегда будет присутствие вот тех людей, которые заботятся, которым вы не безразличны и которые всегда могут оказать вам поддержку. И вы, когда это сейчас всё поймёте, и вот тогда вы увидите, насколько в вашей жизни всё меняется к лучшему. Ну вот у вас идёт так. Это вот, кто выбрал третий вариант. Вот такой вот у нас с вами сегодня получился прогноз. Я вам всем желаю, чтобы вот события, которые происходили в вашей жизни, чтобы они принесли вам только яркие моменты. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока.